Музей народного образования Симбирской губернии находится на одной из старейших улиц города, Панской. Сегодня это улица Энгельса и располагается на территории бывшей школьной усадьбы. Ранее в здании размещались квартиры учительницы, надзирательницы и сторожа. В нашем музее рассказывается о том, как проходило обучение в последний третий XIX века, так как именно здесь была открыта первая школа для девочек в нашем городе Симбирске. Называлась она Первое женское приходское училище. Здесь работала учительница Вера Павловна Прушакевич. Вера Павловна Прушакевич – выпускница Мариинской гимназии. Именно она подготовила Володю Ульянова к обучению в гимназии. По словам Анны Ильиничной-Ульяновой, Вера Павловна считалась очень хорошей преподавательницей. К ней Володя бегал на часок, редко на два в день. В музее можно увидеть наглядные пособия конца XIX столетия, которые демонстрируют, из чего и как изготавливали мыло, свечи, клей, стекло, шелк. Кроме того, на уроках изучали минералы Симбирской губернии. Небольшая коллекция таких камней тоже есть в мемориальной экспозиции. На основе этой коллекции в музее проводятся занятия «Живые камни», которые входят в программу для семейного посещения под названием «В музей всей семьей», разработанный сотрудниками музея-заповедника «Родина Ленина». В ходе занятия нашего «Живые камни» ребята знакомятся с доисторическим прошлым нашей планеты, в том числе с теми животными, которые когда-то водились здесь, на территории нашего города Ульяновской области. Ведь когда-то здесь было море, в котором обитали такие морские ящеры, как ихтиазавры, плезиазавры, разные моллюски, в том числе аммониты, белемниты, раковины которых хранятся также в нашем музее. И в игровой форме ребята знакомятся с минералами маркозит, симбирцит и гипс. После познавательной экскурсии юные посетители музея вместе с родителями участвуют в мастер-классе, раскрашивают поделку из гипса. Занятия рассчитаны на детей от 3 до 7 лет. В музей можно прийти в любой день, кроме понедельника. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.